В Брестском областном кровеческом музее буквально каждый предмет в рамках проекта 12 артефактов удивляет собравшихся эксклюзивностью и уникальностью. Поэтому выставленные на всеобщее обозрение артефакты вызывают интерес у всех, кто приходит на торжественное открытие. К слову, представляемые на вернисаже предметы части крупных тематических коллекций. Это и документальная коллекция, и коллекция тканей одежды, и предметов быта. Поэтому мы демонстрируем разные коллекции. Дальше, по хронологии, хотелось бы отметить, мы попытались как-то провести вот эту вот линию от места и времени возникновения нашего города от первой азбуки, как считают ученые-археологи нашего самшитого гребня, с вырезанной на нем азбукой кириллицы первые 13 букв, будем доводить до современности. Через средневековье, новое и новейшее время. Девятый исторический раритет – транспарант Брестского подпольного окружного комитета Коммунистической партии Западной Беларуси 1920-30-х годов. Он принадлежит к редкой музейной коллекции вексилология. Наука, занимающаяся изучением флагов, штандарта, вымпелов. Представленный раритет попал в фонды музея в 1956 году из Государственного архива Брестской области по распоряжению Архивного управления Министерства внутренних дел БССР. Эти транспаранты отложились в составе фондов местных органов власти и органов полиции, которые занимались надзором за подведомственной территорией, надзором за всеми сферами жизни. И в том числе они фиксировали все факты проявления деятельности Коммунистической партии Западной Беларуси. И каждый факт вывешивания такого транспаранта, понятно, попадал в донесение рапорта органов полиции. А сами транспаранты, они служили вещественным доказательством вот такого правонарушения, скажем так, с точки зрения польских властей. Организаторы отмечают, следующий артефакт, который представят брестским зрителям в октябре, будет не менее уникальный, чем предыдущие. Спасибо.